здравствуйте друзья с вами геоэнергетика инфа максим радайкин и александр фролов здравствуйте здравствуйте александр сегодня такой вот вопрос вот европа все закачивает газ вот из сша газ тянут из алжира тянут российской федерации поручают из норвегии качают заполняемость их подземных газовых хранилищ пока что 50 процентов они вообще успевают закачаться или кого-то ждет достаточно интересная зима потому что у нас как бы еще на носу лето которое неизвестно будет горячая холодная как вы считаете до холодное лето 22 или пхг закачаешься нет 50 процентов довольно большая величина да действительно давайте об этом поговорим еще раз всем здравствуйте и да ситуация у нас сейчас непростая потому что неопределенности много живем в интересное время многим это я знаю уже надоело жить в это интересное время но давайте будем продолжать и посмотрим как оно будет дальше ну а как оно может будет дальше сейчас попытаюсь рассказать пхг действительно заполнены сейчас по данным европейцев это можно перепроверить для этого правда придется зайти с используем использование vpn с российской территории российской федерации уже как-то рассказывал о том что неожиданно в какой-то момент я пытаюсь зайти на сайт сайт организации которая эту всю информацию по европейским пхг выкладывает опа меня не пускает думаю ну может что-то случилось я провел у себя в соцсетях опрос никто не смог зайти из под vpn все прекрасно заходится но как потом выяснилось там руководитель этой компании решил такую персональные санкции вести сфере вы не увидите из россии наши данные ну вообще не вопрос хорошо не увидим вообще никак так вот 50 процентов так как мы видим данные тут на 50 процентов заполнены европейский пхг в данный момент 50 процентов это что для понимания емкость европейских подземных хранилищ составляет примерно 104 миллиарда кубических метров прошлом году было накоплено где-то 78 миллиардов кубических метров из них 54 миллиарда пример но было отобрано в ходе отопительного сезона кстати меня периодически там особенно люди из европы пытаются поправлять нет нет у нас не отопительный сезон у нас сезон просто вот максимального отбора можно и так говорить кстати но почему-то почему-то европейские службы в том числе аналитические пишут именно отопительный сезон но поэтому поэтому ребят если вдруг кто-то захотел поправить но мало лифту такие люди есть в комментариях там много интересных людей я замечаю так вот нет отопительный сезон потому что начинают топить больше тепла поставлять и так далее летом почему-то тепло особо не комментирует друзья уверен многие уже слышали о годах и бонусах дайте компании это и налоги и кредиты в наше время когда современный мир неразрывно связан с высокими технологиями от использования смартфонов до мониторинга полей при помощи дронов айти специалисты востребованы во всех отраслях экономики у айтишников высокие зарплаты а льготная ипотека и отсрочка от армии добавляют ощутимые плюсы профессии если вы хотите попробовать себя войти сейчас самое удачное время попробовать онлайн школа skill factory разработала специальный тест благодаря которому каждый из вас может узнать какая именно айти профессия подходит вам больше сколько вообще зарабатывают программисты чем занимаются кто такой вообще data scientist и подходит ли айти направление для тех кому за 20 ответить на все эти вопросы вам поможет бесплатный тест прохождение которого займет не более пяти минут а 14 июня в онлайн формате пройдет главное событие под названием карта айти профессий посетив его вы узнаете все о пяти самых топовых и востребованных специальностях среди программистов ошибках которые допускают новички а также получите уроки и практические задания например вы научитесь самостоятельно делать чат-бота узнаете кто вы в мире data science сделайте свою первую игру на unity и даже создадите аналитический дашборд также вы получите доступ к огромной базе материалов по разным направлениям каждый из которых заменит больше 100 вебинаров и сэкономит порядка 50 часов на поиске информации о профессиях ждали момента чтобы раз и навсегда изменить свою жизнь так вот он переходите по ссылке в описании и окунитесь головой в мир айти профессий вот и 54 миллиарда кубов они отобрали в течение этого отопительного сезона но это не некая константа то есть это не то что вы вот каждый год отбирается год назад то есть отопительный сезон 20 21 года потребовал отбора порядка 70 миллиардов кубических метров там было холодно там были проблемы и вот 70 миллиардов кубов а за два года до этого то есть девятнадцатый двадцатый год потребовал отбора ну где-то 40 миллиардов кубических метров то есть год на год не приходится поэтому прогнозировать сколько газа нужно будет закачать подземные хранилища чтобы благополучно пройти зиму невозможно представить поэтому как правило вот например в российской федерации именно так закачивают максимум вот сколько могут столько закачивать просто все что можем все закачаем поэтому чем больше вы закачаете тем больше вы молодцы подземные хранилища я не я сталкиваюсь некоторым обычным непониманием для чего вообще нужны подземные хранилища это не то что вы накопили на зиму и потом как медведь лапу сосете вот вот из этих подземных хранилищ газочек и только на нем живете нет пхг нужны для выравнивания пикового потребления то есть зимой очевидно газа потребляется больше ну для простоты понимания как бы две трети потребления газа идет на отопительный период треть на все остальное время это не всегда так но для неких ориентиров вот такое соотношение будет более-менее рабочим вариантом то есть как модель воспринимаете этого две трети треть учитывая резкий рост потребления мы да мы не можем сказать просто вырастет потребление зимой потому что зимой тоже разная температура в зависимости от температуры меняется уровень спроса на газ то есть но банально вам тепла нужно больше вам тепла нужно меньше электроэнергии вам нужно больше электроэнергии вам нужно меньше а также на это влияет конечно и активность промышленных предприятий так далее то есть масса факторов но погодный фактор один из определяющих и вот допустим у вас сегодня было плюс 2 а завтра минус 10 очевидно что вот это завтра потребует от вас больше употребления газа чем когда у вас было плюс 2 но газ и в виде спг до вас не успеет добежать чтобы удовлетворить резко возросший спрос и с месторождения или или из нарыве или с российской федерации этот газ тоже не успеет прийти моментально ему требуется время поэтому чтобы не возникало вот таких вот разрывов между потреблением между спро и резким ростом спроса и тем предложением которые этот спрос покрывает и создаются подземные хранилища рядом с центрами потребления то есть ближе в эти 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 газовые хранилища находится вот у вас рядом доставить газ оттуда физически довольно быстро но правда тут еще есть вопрос об уровне суточного отбора потому что чем больше у вас там газа тем больше давления тем больше вы можете сутки газа отбирать есть еще некий верхний предел то есть ну не как бы вот характеристика что вот выше такого объема вы отбирать не можете но чем меньше у вас там газа тем меньше давление тем меньше в сутки вы можете отбирать вот такая вот такая взаимосвязь ее тоже тоже нужно учитывать поэтому скажем если в конце февраля или начале марта ударяют заморозки что уже бывало в том же европейском союзе то это большая сложность потому что газа из подземных хранилищ во-первых его там мало во-вторых отобрать вы его в сутки можете гораздо меньше чем могли в начале зимы это тоже нужно учитывать когда мы говорим а вот как они пройдут зиму никто не знает как они пройдут зиму если вот резюмировать ну если вот 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 это никто не знает раскладывать по полочкам то вот пожалуйста вот я сейчас занимаюсь именно этим раскладыванием на раскладывание по полочкам и здесь мы приходим к следующему 50 процентов как ну исходя из объема который я обозначил ранее что 104 миллиарда кубов 50 процентов но это где-то 52 миллиарда кубических метров это означает что где-то что более что учитывая что что европейский союз оставшись на моменту окончания отопительного сезона с 24 миллиардами кубов сейчас ну неплохими темпами эти объемы восполняет не в последнюю очередь восполнению этих объемов способствует относительно низкие цены на газ которые наблюдаются на бирже и относительно низкий спрос со стороны промышленных потребителей то есть страшно страшно я скажу сейчас часть спроса обеспечивается вот этим накоплением если его убрать там падение может быть еще более интересным еще более впечатляющим но я думаю статистику второго квартала вот этот спрос за счет закачки газов пхг неплохо вывезет то есть может быть даже покажут что вот смотрите у нас спрос нормально у нас вот было падение теперь у нас одно замедлилось и вообще даже рост начался потому как мы помним что динамика заполнения в прошлом году во втором квартале была очень низкой а в этом высокая поэтому статистика второго квартала может нас ждать более оптимистичная но это ни о чем не говорит потому что часть этой статистики это накопление на зим что само по себе кстати неплохо это ну как бы все равно часть статистики но это как бы не производственная статистика это не то что вот мы потребили газ сейчас это то что вы откладываете на потом понадобится он вам не понадобится мы не знаем на вот и но в принципе если так сказать если как бы но абстрагироваться от вот этого обстоятельства которым я сейчас говорю ну в принципе неплохие темпы то есть темпы действительно очень хорошие но опять была благоприятная обстановка еще раз относительно низкие цены заметьте никого ни у кого не ёкнуло а должно было потому что относительно низкий это 950 долларов вы понимаете вот год назад если бы кому-то сказали ребята 950 долларов это относительно низкие цены все бы сказали а давайте мы сейчас вот по 300 долларов по 500 долларов по 600 долларов будем закачивать просто не обращая вообще ни на что внимания все эти доллары мы потом отобьем в краю в многократном размере так что все хорошо давайте а тогда все опасались тогда все справедливо в общем то опасались что мы накопим вот сейчас по 300 может по 500 долларов а как мы перепродавать зимой будем этот газ вы что там а вдруг он упадет в цене ну не может же он стоит дороже ну это же безумие какой-то а он оказать оказывается бог вот представляете такая вот интересная штука может газ стоить дороже и 950 долларов это очень низкая цена по которой можно прям быстро быстро закачивать газочек тем более вы понимаете что еще подстегивает закачку газа в пхг многих говорят законодательные решения европейского союза что вот европейский союз сказал надо накопить и все начали накапливать но друзья мои кроме крайне благодаря благоприятной ценовой конъюнктуры есть еще одно обстоятельство сейчас все потребители в европейском союзе не знают что еще отчебучат их замечательные власти седьмой пакет санкций явными за горами ну по крайней мере все вот вот из этого исходят и возможно возможно в этом седьмом пакете санкций после угля нефти будет газ и если там будет российский газ с пожеланием всего хорошего держитесь и все такое денег нет но мы понимаем мол сами ищите газочек по по всему миру так вот все к этому морально готовятся и все понимают что вот сейчас вы по 950 долларов накопите и это все может очень хорошо отбиться по крайней мере предпосылок для того чтобы эта вся история не сработала ну то есть накопление и последующие перепродажи очень мало то есть в данный момент все компании которые зарабатывают на перепродаже все компании у которых это лишь часть производственной цепи и вот вот это вот накопление и все промышленные предприятия активно либо непосредственно закачивать либо способствуют давайте так в кавычках способствуют закачки потому что промышленные предприятия будут первыми кто пострадает да разумеется если будут вводить режим экономии то промышленности продолжат поставлять потому что это все таки не только энергоноситель это еще и сырье и ну промышленным предприятиям нужно это сырье для производства высокомаржинальной продукции поэтому их гасить будут последними но если газа будет не хватать но как бы всем то даже среди промышленных предприятий будут те у кого газа будет больше и будут те у кого газа будет меньше поэтому текущая динамика не должна никого вводить в соблуждение текущая динамика в основном связано вот с этими обстоятельствами а не с тем что европейский союз сказал надо и все-таки партия сказала надо комсомол ответил есть нет нет у них ни партии нету них не комсомола есть сейчас с ошалевшими глазами бегающие представители промышленности ни черта не понимающие что там будет дальше представители нефтегазового отрасли и все пытаются как-то выжить текущей ситуации непростой когда каждый следующий день может оказаться хуже предыдущего опять же если вы поговорите с европейцами ну как бы то многие из них скажут что у меня все нормально у нас все хорошо но правда статистика по промышленности статистика по потреблению а также та продуманность шагов европейского союза которые он демонстрирует принимая санкции говорит о том что ну нет ребятки далеко не все хорошо далеко не все благополучно хотя у каждого отдельно взятого человека у каждого отдельно взятого предприятия все может быть действительно лучше чем у других но так как в среднем люди то что все будет хорошо не верят вот они активно закачивают этот газ и о чем это нам говорит ну закачивает и закачивает и что ну вот что это нам дает тем более наш то газ вот его поставки падают это же это же плохо да поставки нашего газа падают я в общем чуть раньше объяснил почему одно из одной из причин основных почему они падают политические причины конечно мы не будем забрасывать со счетов но ценовые играют гораздо более большую роль то есть если наш газ сейчас стоил 700 долларов я думаю все бы переглянулись сказали мама давай 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 все давай 10 вот сколько мы там можем весь нам вези но когда наш газ стоит 1000 долларов 1200 долларов а с биржи вы можете взять по 950 могли могли взять по 950 на то вы конечно будете идти покупать с биржи ну то есть условно говоря с биржи потому что там и спг приходит и так далее нам это все говорит о том что европейский союз не верит в снижение цен а это означает что наш газ даже в меньшем объеме поставляющийся будет стоить на протяжении как минимум третьего и четвертого квартала в районе тысячи долларов за тысячу кубических метров и многие я так понимаю в европе ожидают что к концу года может быть к началу следующего года цена могут быть значительно выше тысячи долларов при том что действительно последний месяц месяц полтора мы наблюдали снижение которое цен которое шло которое как бы шло по принципу что европейский рынок зависит от рынка азиатского сейчас аномалия цены на европейских рынках выше чем на рынках азиатских то есть при том выше там на ты на 100 долларов примерно обычно наоборот и так как но все таки объем потребления падает вот общая ситуация такова что всплеска спроса нет отопительный сезон закончился объемы предложения достаточно достаточно приличным демонстрирует достаточно приличные величины то вот и цены стали постепенно в евросоюзе двигаться в сторону цен азиатских как они обычно это и делали и тут вот такая история но эта история не сама по себе сейчас алжур прервал поставки трубопроводного газа в испанию или по крайней мере собирается прервать там не такие большие объемы и испания является главным покупателем спг в европейском союзе но с другой стороны это окажет в текущих условиях дополнительное давление на биржу с точки зрения роста роста спроса на газ а кроме того пошло случилась забастовка на шеловском проекте в районе австралии там тоже производит спг и соответственное предложение может быть на азии азиатском направлении тоже снизится конкретно сейчас при том что мы входим в период который является высокорисковым для энергетики европейской энергетики мировой опять же как показал 21 год потому что лето может быть аномально жарким но если оно такого не будет и спрос останется на средних значениях все равно текущие вот эти не спокойные ситуации не спокойно вот это положение и с производством сша и с поставками из алжира и с забастовками в австралии создает некие риски для потребителей при том что если эти риски не сыграют ну они могут не сыграть то есть и потребление на относительно низком уровне повторю очередной раз спрос на в смысле предложения на достаточно высоком уровне все еще поэтому если не случится еще каких-нибудь входящих обстоятельств то скорее всего цены в европе все-таки пойдут вниз куда они где-нибудь там встретятся с ценами азиатскими очень низкими всего 850 долларов за тысячу кубических метров ничтожная абсолютно величина просто не о чем ну вы понимаете я надеюсь до всех дошла это звучит ирония опять же я там комментарии читаю ирония не до всех доходит вот я проговариваю ирония ребят сарказм на эти таблички сарказм на этом позвольте откланяться всего хорошего надеюсь ситуация стала яснее друзья все ссылки на александра будут в описании пока подписываемся обязательно подписывайтесь и на наши тоже соцсети если есть вот такая вот возможность все ссылочки в описании как помочь проекту тоже напишем в описании спасибо что были с нами